Добрый вечер. Программа «После новостей» в эфире. Сегодня об угрозе введения платных парковок в Красноярске. Для кого-то, впрочем, платные парковки могут оказаться и благом. Благо или вред от платных парковок в городе, об этом будем говорить сегодня. У нас в гостях Владислав Анатольевич Логинов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства Красноярска. Добрый вечер. Добрый вечер. И Егор Дмитриевич Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автолодельцев России. Добрый вечер. И вам добрый. Сегодня очередное совещание было, правда, сказали рабочие, с которого, говорят, изгнали журналистов. Владислав Анатольевич, так или нет? Действительно, сегодня проходило в департаменте городского хозяйства рабочее совещание. На нем присутствовали депутаты городского совета, на нем присутствовали представители бизнеса, возможно, заинтересованные в организации парковок. Начало совещания было в присутствии журналистов, потом при обсуждении вопросов действительно журналисты вышли. Потому что рабочие вопросы, и не надо их воспринимать как основную версию, либо дальнейшее продолжение каких-то мероприятий. И поэтому декларировать чье-то мнение вслух, когда оно еще не сформулировано, не сформировано, не подтверждено соответствующими документами, это преждевременно. Мы хотим разработать конечный вариант, который будет представлен на всеобщее обсуждение. Вы говорите, что все-таки все сняли? Да, у меня с собой была видеокамера, я все снимал, и мне показалось, что излишним выгонять журналистов, чтобы журналисты посвящали все-таки нас, автовладельцев, общество, о том, как все-таки ведется работа и в самой администрации, как обсуждают, к чему приходят. Ведь даже если говорить о спорах, в спорах рождаются истины. Если бы жители увидели, о чем было рассуждение, то бы и сами красноярцы могли бы предложить и свои варианты. А, кстати, вам лично, как кажется, платные парковки для города – это зло или благо? Сейчас говорить о платных парковках именно в том виде, как предоставляет нам администрация города, говорить преждевременно. А как представляет администрация? Попробуйте поделиться, Владислав Анатольевич. Алексей Михайлович, прежде всего администрация города представляет сам проект, который должен реализовываться. Наличие платных парковок в миллионном мегаполисе, ну, это, видимо, уже та ситуация, когда необходимо об этом думать. Какие-то нюансы и детали проекта, они именно обсуждаются на рабочих совещаниях. Рабочие совещания – это не первое. Их было достаточное количество. Есть рабочая группа, которая занимается этими вопросами. Поэтому окончательный вариант еще не представлен. Подождите, давайте все же для себя ответим. Какую вообще задачу вы хотите решить, вводя платные парковки в городе? Ну, это, прежде всего, организация дорожного движения в центральной части города. Центральная часть города сегодня запаркована не в соответствии с правилами дорожного движения. У нас машины паркуются в первом, во втором ряду. Значит, иногда бывает и в третьем ряду останавливаются. Для того, чтобы исключить въезд большого количества транспорта в центральную часть города, мы предлагаем организовать платные парковки. Это по опыту других миллионных городов России. Примеров ярких очень много. Москва, Ростов, Воронеж, Краснодар и так далее. Можно я скажу по-русски то, что вы так долго говорите бюрократическим языком? По-русски это звучит личным образом. Чтобы уменьшить количество машин в центре. Да. Ну, называй вещи своими именами. Вы хотите ввести платные парковки, то есть ударить рублем по карману человека, чтобы он задумался. Если это туда-обратно, то может быть лучше на автобусе. Да, безусловно. А когда машина весь день стоит, потому что если платишь за 8 часов простое, это уже получится какие-то приличные деньги. Да, круглая сумма, да, конечно. Скажите, но, Егор, вы согласны с тем, что грубо модель предлагает администрация, выглядит именно так? Ну, как они предлагают, мы с этим вообще не согласны. В том плане, что говорить о том, что мы сделаем платные, количество автомобилей в центре города уменьшится, ну, я думаю, тоже говорить об этом преждевременно. Автомобили и автовладельцев никак не уменьшится, потому что люди жили в центре, люди работали в центре, люди обедали, ужинали, либо приезжали на какие-то мероприятия, и они как были, как ездили, так и будут ездить. И мы платными парковками приведем к тому, что у нас появится много нарушений, начнутся во дворах споры, разговоры, да, кто где стоял, а кто не стоял. И вы правильно сказали, что используя общественный транспорт, как раз с общественного транспорта, это и надо начинать. У нас каждый человек, который едет на работу, как селедка в этом общественном транспорте, думает о приобретении себе автомобиля для того, чтобы сидеть отдельно на кресле и ехать до своего рабочего места. И если не задуматься об общественном транспорте, мы ни к чему хорошему не придем. Что на это ответите? Алексей Михайлович, в данном случае создание парковок платных в том числе является и стимулированием развития общественного транспорта. В тот момент, когда большее количество людей пересядет на общественный транспорт, соответственные возможности его развития тоже появятся. Поэтому общественный транспорт – это уже сопутствующий фактор, положительный фактор платным парковкам. Не, не, подождите, не совсем так. Вот здесь как раз та ситуация, когда на самом деле, конечно, спор бесполезен, что первично – курица или яйцо, потому что пока не будет хорошего общественного транспорта, автовладелец в него не сядет. А когда мы говорим «хороший», ну вряд ли кто-то требует люкс какой-то там и диваны в автобусах, но как минимум, чтобы автобусы ходили динамично, чтобы они оперативно могли передвигаться по городу, например, имея какие-то преференции в сравнении с владельцами джипов? В том числе мы рассуждали и о создании такого автобуса, некого челнока, шаттла, который будет из парковок, близлежащих к центральной части города, бесплатных, доставлять людей к их офисам в центральной части города. То есть этот вопрос тоже рассматривался, он тоже понятен. Это специализированные автобусы, которые будут с достаточно высокой частотой курсировать. Это прозвучало на рабочем совещании как одно из предложений. Продолжений было очень много. Сейчас они все перерабатываются. Единой формы, по которым это будет создаваться сейчас, она еще не сформулирована до конца. А скажите, обсуждается ли тема вообще выделенной линии для общественного транспорта, выделенной полосы? Безусловно, это один из основных принципов формирования платных парковок. Прежде всего проводятся мероприятия по закрытию парковочных карманов на улице Ленина и на улице Карла Маркса. Для того, чтобы для общественного транспорта была выделенная полоса. Исключая большое количество запаркованного транспорта на этих улицах, мы формируем регулярное движение автобусов. То есть они идут с нормальной периодичностью, им никто не мешает, никакой припаркованный транспорт. Я даже скажу, смотрите, если речь идет о том, что если мы сделаем платными парковками и у нас начнется в движении, в центре хорошее движение, вот даже сегодня пример, да, мы с вами добирались досюда, через Робеспьера, хотели выехать на КПЛО. Я лично простоял в пробке 45 минут именно по улице Робеспьера. Она вроде не длинная, да, простоял 45 минут. Из-за чего? Из-за того, что ситуацию надо разбираться комплексно, потому что на улице Робеспьера не так уж и много парковок и не так уж и много неправильно припаркованных автомобилей. Четыре полосы. Но выезжая на КПЛО, мы попадаем в горлышко, в две полосы. Из-за этого весь центр на Робеспьера, из-за Робеспьера стоит. Тоже связано и с коммунальным мостом, и с шахтеров, да, мы везде сталкиваемся с теми ситуациями, у нас центр стоит, потому что мы из него выехать просто не можем. Но, с другой стороны, согласитесь, Попытки все расширять полосы, они привели просто к тому, что все полосы, на которые, казалось бы, расширили наши дороги, кстати, потратив деньги налогоплательщиков, кто-то превратился для себя в бесплатные парковки. Ну, это не совсем, так сказать. Если мы говорим о нарушителях, то нарушителя надо успевать привлекать. Ну как, подождите, вот если мы с вами просто выйдем на Ленина или там на ту же Маркса, мы же увидим огромное количество машин, когда вот нужно тебе в соседний магазин, люди прямо возле него паркуются, бросают машины, причем вот я выходные специально смотрел, расстояние между машинами такое, что новая машина не войдет, но и тут так нормально для выхода. То есть я вообще убедился, честно говоря, что мне кажется, люди вообще мало думают друг о друге, о том, что вообще рядом есть другие, к которым тоже нужно припарковаться. Ну, у нас вообще не приспособлен центр города к автомобилям, если так уж разобраться. Я вас удивлю, он и для людей мало приспособлен. Потому что у нас даже, вот смотрите, мы говорим о платных парковках, а мы не задумываемся вообще о социально важных объектах, где у нас должны быть парковочные места. Ну, взять вот один из примеров, это перекресток Марковского и Вимбаума. Там поликлиника номер один, детская поликлиника. Мамы становятся на проезжей части, вытаскивают своего ребенка, стоят в коляску и по проезжей части уже обходят весь забор для того, чтобы зайти в поликлинику. Ну, ведь это же, что, чье недосмотрение? Это то, что у нас не задумывалась администрация о каких-то вообще, хоть каких-то парковочных местах. Юрий Ильич, мне кажется, что мы имеем все-таки сегодня положение следующее. Город, особенно его центр, были построены в тот период, когда наличие машины, свидетельство любой машины, об очень высоком статусе человека, прямо скажем. Поскольку обычному человеку купить машину было практически невозможно в советское время. И вот в тот период весь город у нас и был построен. Наша главная проблема, как сегодня выходить из этой ситуации. Мы можем сколько угодно говорить об этой поликлинике, но при этом мы с вами понимаем, что мы ее не можем никуда перенести сегодня. Ну, понятно. А почему в центре города тогда разрешают строить какие-то здания, да, у нас по непонятным причинам, да, тоже набережную, уже какие-то комплексы возводятся? Кто давал такие разрешения, что когда вроде и так для человека невозможно там... Юрий Ильич, я согласен. Только вот я, например, специально занимался проверками. Вот, по моим сведениям, за последние три года новых разрешений на счет строительства в центре не выдавалось. Мы имеем, если то, со старыми. И, кстати говоря, насколько мне понятно, известно, Эльдорадо, например, отсудила у администрации, несмотря на попытку приостановить строительство, как раз в силу того, что нет парковок и так далее, но бизнес высудил. Да, действительно, очень длинные были судебные процессы, и тем не менее. И в этом смысле мы должны сегодня думать, что делать в нынешней ситуации. Взмахивать руками и говорить, что, а кто же, почему не подумали, и так далее, поздно. А у меня всегда вопрос, автовладельцы, вот вы же автовладельцы представляете, я вот безлошадный, что называется, но я все время интересуюсь. А когда наши автовладельцы покупали машины, они интересовались, куда они их поставят? Вот в Японии, например, знаете, да, нельзя приобрести автомобиль, если у тебя нет купленного места парковочного или долгосрочной аренды. Да. А у нас, к сожалению, другая страна, потому что, ну, во-первых, там говорить про Японию и платных парковках, ну, извините, там и зарплата минимальная 4 тысячи долларов, да, и приобрести автомобиль, там может и техничка у нас его не может приобрести. А приобрести парковочное место также там его возможно, при условии, что очень мало места. Но мы сейчас говорим про то, как в существующую застройку попытаться организовать движение пешеходов, автовладельцев так, чтобы все же как-то все вместе они могли обустроиться. Так вот, надо привлекать инвесторов, чтобы они строили на тех площадках хотя бы, которые существуют, многоуровневые парковки. Да, администрация города дает места, департамент градостроительства дает эти места, но там, к сожалению, к примеру, находится историческое здание, нельзя ставить капитальное строение. У нас краевой бизнес-инкубатор, вы можете помните, разрабатывал такую многоуровневую парковку. Да, 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 там металлическую, да. Но она является временным сооружением. Так почему бы такие временные сооружения не ставить в городе, да, не предназначать город как многоуровневую парковку, а не занимать те места, которые ранее были построены, и за что-то с нас, с автовладельцев, собирать деньги. Александр Иванович, но, кстати говоря, построены за счет пешеходов, я не могу про это сказать, за счет нас, тех, кто ходит. Александр Иванович, хочу спросить, скажите, когда вы хотите все же о чем-то договориться и какой-то проект все-таки вынести людям для обсуждения? Ну, предварительные решения у нас есть, эти предварительные решения еще не согласованы. Мы рассчитываем, что пилотный проект у нас будет запущен в самом начале 2015 года, ну, и к середине 2015 года уже полная мощность объекта, платные парковки заработают уже. Я правильно понимаю, что все-таки для начала вы поэкспериментируете? Безусловно, да, на двух улицах города, это улица Сурикова-Перенсона, там всего 109 парковочных мест, это будет являться пилотным проектом. Люди будут смотреть, каким образом нужно становиться в парковочные карманы, на каких участках установлены паркоматы и так далее, и так далее. Все взаимодействие с парковочной службой люди уже будут понимать. Будем только надеяться, что все-таки по возможности вы будете стараться найти какой-то компромисс, продолжать находиться в диалоге и с Федерацией автовладельцев, в Красноярском отделении автовладельцев России, и в целом с городским сообществом. Потому что эту проблему нельзя решить, если мы не начнем все слышать друг друга. На этом сегодня ставим точку, но надеемся на более подробные рассказы о том, что и как готовится, и аргументированную, как всегда, критику Егора. Спасибо за участие. Это была программа «После новостей». Мы обсуждали, как администрация города готовится реализовать свой проект по внедрению платных парковок в городе. До встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!